МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У эфира программа «Нави энергии. Йона» У студии Олены Милишанковы. Витаю вас сегодня в выпуске. Энергия така без межу. Агульно-сетковая тренировка специалистов Беларуси и России проходить в Мстиславле. Звание заслуженной артист Республики Беларусь присвоено артисту Могилёвского областного театра Лялик Миколаю Стешинцу. Щирые учинки и ожитявления Мары, свято для невылечных хворых деток и их семью, пройшло в Могилёвском центре палеоэзивной допомоги. Энергия така без межу. Гэта доказывают у дянеки агульно-сетковые тренировки с уделом беларуских и российских энергетиков. Их задача – оперативная ликвидация махчымых массовых отключений у энергообъектов. Такие суместные вучения примаем Стеслав. Якие задачи ставят перед собой специалисты Галяны и як их выполняют на практице, расскажет Олеся Рыбалка. Что случилось у вас? Проходной и высокий предохранитель перегорел. Едем устранять. Энергетики со Смоленску выезжают на ликвидацию надзвычайной ситуации. Пошкоджена подстанция. Машины идут одна за одной. У кожной бригады свои, уводные. И выконать их означает подтвердить свой класс. На суместной тренировке, кроме Смоленских, энергетики с Могилёвской, Гомельской и Витебской областей. Устранение повреждений на линии электропередачи, технику, которую мы применяем. Мы же подсматриваем друг у друга. А это, безусловно, сказывается и на нашей дальнейшей работе. Нелегкая задача – это, например, у мстиславских энергетиков. По легенде, в этом районе города отбылся пары у линии электропередач. Два шматкватерные домы и котельня обесточены. Задача специалистов – подключить дизельную перасовочную станцию. Она будет працевать до полного одновления работы системы. Дарыч, таких аутономных хранить энергии, становится в Беларуси все больше. И они подтвердили свою эффективность в питаниях энергетической безопасности. Только в Могилёвской области их сейчас 17. Все, готово. Ликвидовать наступство стихии удалось и бригаде Склимовича. По умовах тренировки, на этом участке, каля лесополосы, за шква листого ветру, древо повалилось на проводы. Еще пять пограджают линии электропередач. Сколько времени необходимо для устранения вот этого ЧП? Вот этого ЧП в районе трех часов. Как бы оперативно нужна оперативность. Ситуации смоделировали и напередать не досконало разобрали усе удельники тренировки. Гэта дозволить у выпадку соправдной аварийной ситуации свое часово принять правильные решения. Третий год с уместных в учению подтверждает, что коллегам есть чему научиться один у одного. До приклада беларусов затекавил опыт працы российских мобильных аварийных бригад. Их почали створать пасля першага жудоснага ледяного дождю у московской в области у 2060-м годзе. В прошлом году, в 16-м, в ноябре месяце ситуация повторилась. Также выпал ледяной дождь. Но благодаря той работе, которая с 2010 года полномерно ведется, последствия устранили в два раза быстрее, менее, чем за неделю. Поэтому, ну, это, наверное, наиболее яркий пример эффекта, который достигнут. Оперативность ликвидации наступства стихии бадай головный показчик эффективности працы энергетиков. От этого залежит, насколько долго после аварии без света и тепла будут заставаться домы, больницы, садки и школы. Особливо актуально это на переддни осенне-зимового периода. Алиса Рыбалка, Александр Тарасов. Новины региона. Свято працевников сельской господарки «Дажинки-2017» Клича упрямляет год своего юбилея. Все лето районному центру исполняется 425 годов. И у гэта юбилейный год Клича умменяет свое обличье на новое и сучасное. Али при гэте мне забывается на свою гісторию и карані. У першыню Клича узгадывается у документах на приканцы 16-го ста годзе як сяло. Тяпер гэта город, райцентр, який рыхтуется до великой падеи. Чего только не было в истории нашего города. Партизанские отряды крестьянина Тараса еще в 1812 году угромили здесь французов. А чего стоит история Кличевской партизанской зоны, которая противостояла превосходящим во много раз силам противника, но выстояла и победила. Партизанская сторонка у истории Кличевщины бодать, что самое ведомое. Однако Зусим не один из означных. Ся род инших, магнатские и шляхетские роды, потоцких и незабытовских, умоцовывали экономику гэтых местину. И пристами раки Вольса калесте обслуговывали тры сотни человек. Параце увазили усючим знакомитая Кличевская земля. От стародавних часов и до сюль. Мед с божжа, лен и лес. Теперь у 21-м стагодина дышал час для новых и Кличева. Райцентр будуется и прохожая, как принять гостей до жинок и зарабиться больше комфортным для гужих ароу. Мы, как историки, имеем возможность уникальную проследить, как он развивается. Ну, наверное, лет за, скажем, 100 условно. По фотографиям, по воспоминаниям, по литературе. Это, конечно, удивительно, что сейчас происходит. Мы очень все радуемся этому. Кличевцы имкнутся працевать на карысть родных местину. Кожная организация рыхтуется до дожинок. И Крылзнавчий музей так само реализует свой проект при подтримце программы ААН. Тут откроют социальную выставочную залу, где можно будет поглядеть и набыть творы мясцовых умельцев. Причем социальный – ключовое слово. Зала наопережь для людей с замежаванными махчимостями, пенсионеров и инших. Инициатива наша называется «Творчество без границ». И это именно то, что необходимо талантливым людям нашего региона. Уверосней будут первые выники работы. Элона Иванова, Александр Тарасов. Новины региона. У Могилёве 31-го жнивня мост по проспекте Мира будет часово перекрытым. Як поведомляют у Могилёвским гарвоконками, в совезе с проведением ремонтных работ с 9.01 и до 17.00 будет спыненый рух у всех видов транспорта на участку от улицы Космонавтау до улицы Тимиразилской. У этой периоды, докладняют специалисты, рух транспорту будет организованы у объезд этого участка. Автобусы и маршрутные такси пойдут у объезд по улице Лазаренки. А троллейбусный рух будет организованы только до так званого «Кольца космонавтау». Артисту Могилёвска областного театра «Лялек» Миколаю Стешицу присвоено звание «Заслуженный артист Республики Беларусь». Отповедный указ на переднии подписал президент Беларуси Александр Лукашенко. Миколай Стешиц скончил театральное училище Днепропетровска. Пасля у яго житті были набережные Чалны, Ташкент, Слоним и Брест. У адным з интервью актер признався, што задумывався про тоя, как покинуть театр. Менавито тады яго зауважу Могилёвский режиссёр Олег Джужда. У нашим театрам Миколай Стешиц уже больше за 15 годов и за этот час стал одним з любимых актеров публики. У минулым годзе он стал лауреатом Национальной театральной прэмии за ролью спектакля «На дне». А сё лето Миколай Стешиц представил прэмьеру моноспектакля «Синя-синя». Пастановка отримала высокую оценку шматликих международных фестиваля. С выдатным настроем, подарунками и жаданием до помахчы. Инклюзивное свято Мелоды и Добрыни для невылечных ворых деток их семьи узладили в Могилёве на базе регионального центра паліативной допомоги. Йонс находится у специализованном доме дитяти. Сярод организатору Белорусский дитячий фонд, немецкая доброченная организация и необыяковые могилючане. Про щирые учинки и ожитивление мары Кристина Каранкевич. Павитранные шары от веселых клоуну на ваходе кожному малому одразу надают настрою. Маленькие могилючане разом с батьками, братами и сестрами холоные герои подеи. Для их выступлений артистов розные интерактивные пляцовки, ласунки и музыка. Это не по долгу службы, это по велению сердца однозначно. Среди них много талантов. Из них ребята, которые пишут стихи, которые сочиняют музыку, которые танцуют, которые поют. Для них это большой хороший праздник и мы рады, что мы создали этот праздник. Это просто не безразличные люди. Это те люди, которые сочувствуют этим детям, хотят им оказать поддержку. Кто-то привез, подарил игрушки. Приехала группа клоунов, группа мыльных пузырей. Это все бесплатно, все на благотворительной основе. Привлечены очень многие могилевчане. Кто-то из них говорил свою фамилию, кто-то даже и не хотел ее говорить. У проекте паллиативной допомоги Могилю удельничает два годы. Это допомога по европейских стандартах для невылечных хворых деток. В городском кабинете паллиативной допомоги працуют с 92 детьми. 16 их поступили селита. Забеспечить годную якость життя для хворых детей и моральную подрымку для их батьков. Головная идея паллиативу. Я считаю, что это в первую очередь необходима разрядка родителям снять даже стресс и показать детям другой мир. И они увидят, что есть другие детки и жизнь им будет в радость. В общество все равно надо выходить, надо говорить о своих проблемах. И тогда, конечно, тебе помогут. Объеднать детей особливых, их семьи и ты, кто жадает допомогчить для этого ладили свято. Учасьи мероприемства будучим першоклассникам уручили подарунки и повеншовали переможцам фото-конкурсу. Кристина Кранкевич, Миколай Соболев, Новины региона. До нового научального года рыхтуются и установы додатковой адукации в области. Тут навод летом працуют гуртки. А с вересня тут начинают складать новые адукационные программы и набирают группы выхованцев. Кап привабить школьников, во установах додатковой адукации шукают новые накерунки деяностей и обовязково обновляют материальную базу. На вату опошние дни каникулы, уколи треба рыхтываться до школы, и они не пропускают занятки. И они учатся танцевать хип-хоп, как позаидростили одноклассники, и в учебе дается легче, и коли и педагог энергичный. И танцевальный класс сучасный. Затрансили порядка 680 рублей, заменили оборудование, шкафы, пол поменяли новый, стены, потолок, все обновили, все привели в соответствие порядок. Хожу сюда в Эверест на гитару, в студию Ренессанс, и решил походить на танцы хип-хоп. Пока остаются английские, здесь именно. Будем что-то еще присматривать, что дети захотят, чем заинтересуются. Ну и каратэ. Основную участку позабюджетных сродков, яке установы адукации зарабляют на платных послугах, накеровывают миновиты на перообстолевание и одновление материальной базы. На того же селета у Могилевским центры творчества Эверест до нового научального года еще одновили и гардероб, и раздевальню. По предписаниям санстанции, она должна была быть у нас. Была у нас, но она была такой, не очень, скажем так, презентабельной. И в этом году мы сделали, для каждого ребенка есть отдельный шкафчик, куда он может положить свои вещи, для педагогов, куда они могут положить свои костюмы и место, где дети могут присесть. В области больше за 40 установок додатковой эдукации, отповедная разностайность обеднания по интересах и гордков великая. У школьников еще есть сейчас вытначится с хобби. По традиции, во установках додатковой эдукации вера 7 месяцев отшиненных дверей. Павел Савицкий, Катерина Градницкая, Виталий Вопси, Новины региона. Могилевскому товариству обороны бездомных живел Доброе сердце сполнилось 10 год. Значную для могилевских зоооборонцев дату отзначили доброчины акций, подчас якою удалось собрать на потребы подопечных товариства больше за 400 рублей. Мероприемство пройшло в формате «Сустречи сяброу». У приватности сюды пройшли и ты, кто калісті знайшоу своих четвероногих с допомогой волонтеров. До слова, за 10 годов исновання доброго сердца ягу активісты знайшли постоянный дом больше, чем для 10 тысяч собак и котов. Волонтеры товариства, а их сёння каля 20-ти, ратують и лечить бездомных живел, а так само вядуть информационную работу. Доброе сердце – перше в області, хто распачал судовую практику супред тих, хто здеквається над живелами. Зараз вольєры товариства размещены на території спецаутопредприємства по адресі Гомельская, ШШ-58А. Тут усі жадаючі можуть знайсті сабі четвероногого сябра. Могилёвські волейбольні клубы мають намер вярнуться у лідера чемпіонату Беларусі. Такі задачі стоять перед мушчинським МВК і жаночим комунальникам. У лєтку наші команды умацаваліся. У їх з'явілася уласная спортивная зала у планах і створення при клубах молодежных команд. На тренірувці волейболістів пабывав Ілля Соболю. Барадьба за право застатся у вишайшай лізі чемпіонату Беларусі. У апошні гадымі навіта гэтая задачі вирішалі Могилёвські волейбольні клубы. У командах робілі ставку виключно на молодых іграків. Жаночий комунальник у міжсізонні цілком захавав коліктыв і умацавав яго. Дзявчаты сыграліся, набраліся в опыту і Мараць пазмагацца за медалі. В прошлом сізоні у нас був такий пробний варіант. Ми як би настраювали відношення, дзівчонки немножко постарались друг к другу. В цьому гаду к нам пришли дві опытні дзівчки. Надяюсь, ми будем играть намного сильніше в цьому сізоні, будем цікляти лідерів. На сьогоднішній момент у нас є задача війти на п'єдістал. Паэтаму будем к цьому стреміться. Рыхтується до нового сізону і мушінські МВК. У яго сітуація аналогічна. Минімальна зміна у складі. А вось умовы для треніровок стали ліпій. Тепер спортивна зала «Металург» належить волейболістам. Зал достаточне уютний для треніровок. І плюс в цьому зале буде играти наша втора команда. Це втора новася, яка в цьому гаду. Молоді хлопці, які, наче з 2000-го і младшого року, будуть играти в візьоні «Б». З кожним годом ми німножко прибавляємо, але я думаю, що в цьому гаду буде значительний шаг. У ближайші тидні наші команди проведуть шеріх товариських матчів. А у початку «Кастришніка» МВК і «Комунальник» стартують у чемпіонаті Білорусі. Ілля Соболів, Віталій Вопсів. Новини регіона. Саме актуальне новини Могилюшини так само можна побачити і на нашім сайті tvrmagilio.by. А я жідаю вам усяго доброго. До зустрічі! Дякую за перегляд!